Неудобства приходится терпеть и жителям другого района Иркутска. Жильцы девятиэтажки, в которой целых 17 подъездов, остались без лифтов. Наша съемочная группа выехала на место и разбралась с ситуацией. Гриша, стой, дай мне спрей. Все, уйдохся. Передышка на каждом лестничном пролете, иначе до восьмого этажа не дойти. Супруги Остапенко по неволе тренируют выносливость. Второй день подряд лифт в их доме отключают. Он работает только рано утром и вечером, а Галине Викторовне необходимо днем выходить на прогулку. Это предписание кардиолога. Пенсионерка недавно сделала серьезную операцию на сердце. Кстати, врач же запретил нагрузки. Почему она вынуждена их терпеть, Галина Викторовна попыталась узнать в управляющей компании. Я ему говорю такое-такое дело, что у нас, говорю, а чего у нас лифты не работают. Вот не платят. Я говорю, а при чем тут мы-то? Мы-то, говорю, платим. Суровым методом борьбы с неплательщиками подвергли жильцы 12 подъездов этого девятиэтажного дома. И лишь на одном можно найти предупреждающее объявление. Правда, сегодня в большинстве блок-секций, за исключением двух, лифт заработал. Почему жильцы больше 70 квартир остаются без подъемника, мы решили выяснить у директора управляющей компании. Правда, звонку из средств массовой информации он оказался не рад. Беспокою вас по поводу маршала Жукова, 68. Здесь в 16... Дальнейшие попытки поговорить с руководством успехом не увенчались. На вызовы никто не отвечал. Совпадение или нет, но буквально через пять минут после нашего звонка директор управляющей компании, лифт чудесным образом заработал. Хочется верить, что теперь он будет ездить исправно, без воздействия со стороны средств массовой информации. В противном случае жильцы могут воспользоваться своим правом и пожаловаться на действия управляющей компании. Ведь отключать лифт всему дому из-за долгов отдельных жильцов незаконно. Обращения от пострадавших иркутян принимают в службе жилищного надзора, либо можно прямиком идти в суд. Алена Полоненко, Сергей Полянский. Новости по будням.